Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ксения Каста и о главных событиях к этому часу. Напрасные надежды и ближневосточные беженцы у границ Европы – ничто иное, как мейстеры Джепа Эрдогана Евросоюзу, считает Владимир Жириновский. Политик отметил, что турецкий лидер долгие годы ждал и надеялся, что его государство войдет в состав Евросоюза. Когда надежды иссякли, последовали радикальные меры. Европа, как раз Эрдоган мог бы наказать Европу. Он уже 6 лет содержит около 3 миллионов беженцев. Это нужно кормить, содержать, полиция, болезни. И это он зря делает. Он почему держит? Он надеялся все-таки, что его примут в Евросоюз. Если Берлин и Париж хотят подружиться с Турцией, они должны принять Турцию в Евросоюз. Если они откажутся принимать, Эрдоган выпустит всех беженцев, и 3 миллиона беженцев будут топать по всем европейским странам. Он не обязан их содержать. Ему это опасно. У него не хватает средств для этого. У Европы выбор. Или еще принять беженцев с турецких лагерей для беженцев. Или же принять Турцию в Евросоюз. Турки будут всегда сдерживать любые потоки беженцев. В том числе и из Африки. Но Европа уже переполнена беженцами, поэтому она ничего делать не будет. А Эрдоган периодически будет отпускать беженцев в Европу. Постоянное обострение обстановки с Грецией. Ему это выгодно. Это старые противники. С Болгарией тоже старые противники. А нас этот вопрос не особенно. Волнует нам даже выгодно, чтобы все беженцы перебрались бы в Европу. Чтобы Европа не помогала бы Турции. И США бы не помогали бы Турции. В этом смысле Трампу не очень выгодно помогать Эрдогану. Ибо Эрдоган на плохом счету в Америке. Поэтому все решает Москва. Вот сейчас, пока мы с вами здесь говорим, наш президент с турецким президентом решают важнейший исторический вопрос. С кем будет Турция? С нами или с Западом? Если мы убедим Эрдогана быть с нами, Эрдоган выиграет. Если он останется с Европой, в НАТО, США и Евросоюз будет там стоять у входа, ожидать очереди. И беженцы, и ухудшения отношений с Сирией. Эрдоган проиграет. Впереди другой военный переворот. И его свергнет. И Европа от него отвернется. И Америка. Поэтому выгодно быть с нами. Ибо Европа и Америка уже в 2016 году его свергали. Это мы остановили ползучий военный переворот. Эрдоган это должен понять. Только с Москвой он останется у власти. Без Москвы ему конец. Глава российского государства не может именоваться президентом, заявил с трибуны Госдумы Владимир Жириновский, отметив, что это слово имеет английские корни и неуважительно применять его к лидеру России. Мы поддержим все поправки, которые у нас были обсуждены. Вошли в таблицу принятых. И в целом уже голосование за данный проект. Это важно. Это нужно. Конечно, мы недовольны тем, что осталось английское наименование должности главы государства. Подумайте о детях. Они растут и слышат президент и урок английского языка, и там президент. Это же унижает. Во всех языках мира наименование должности главы государства на родном языке. Почему мы дискриминацию вводим? Ну не нравится слово верховный правитель, повелитель, как хотите называйте. Но зачем это английское слово? Отказали вам, мы отказали в том, чтобы проводить выборы только по партийным спискам. Мы говорим, нужна централизация власти, согласны. У нас президентский режим. А что же в демократии-то мы вводим другой режим? И в демократии должен быть тот же принцип. Собирать страну. А собирать ее можно через партийные списки. А не те 225 одномандатников, которые вынуждены вести свою работу по согласованию с губернатором. Мы прокуроров правильно отобрали от губернаторов. Централизованная должна быть страна. Единая должна быть. Унитарная. Вы нам отказали, что сохраняется национальный принцип устройства государства. Мы предлагаем для выборов в Госдуму допускать только партии, имеющие численность 100 тысяч. И имеющие 100 депутатов по всей стране любого уровня. Давайте это делать. Иначе мы централизованно что-то делаем. А другое анархия. Кто хочет, идут любые партии любителей любой расцветки. Давайте все до конца проводить. Вчера был прекрасный день. Вчера была политика. Впервые за тысячу лет мы показали, как можно делать маневры, спектакли. Кто какую роль играет. Где отказные, где ведомые, ведущие. Поэтому это нужно продолжать и дальше. И с успехом выиграть выборы в 2021 году. Сегодня во втором чтении Государственная Дума рассмотрела законопроект о продаже акций Сбербанка правительству России. Сейчас контрольный пакет акций кредитной организации находится у Центробанка. Предполагается, что регулятор скоро продаст свою долю. Новым собственником Сбербанка должна стать одна из структур правительства. Это закон о выкупе акций Сбербанка у Центробанка. Фракция ЛДПР в первом чтении поддержала данный законопроект. И во втором чтении тоже поддержит. Несмотря на то, что за этот период, буквально за неделю, поправки внесли существенные изменения в суть законопроекта. Но что для нас важно? То, что сегодня предлагает правительство, оно предлагает изменить оценку акций Сбербанка не в отрезке 6 месяцев, а в отрезке 1 месяц. Это связано с тем, что в последние дни, последние недели акции Сбербанка существенно упали. И покупка на таком длинном плече лаги, как полгода, приведет к тому, что, конечно, эти акции будут завышены. С этой точки зрения мы видим экономию бюджетных средств, и мы это приветствуем. Еще один момент, который мы видим в этом документе, это размер прибыли, которая остается в Центральном банке, сокращается с 700 миллиардов до 300. Мы считаем это тоже вполне логично и справедливо, потому что все-таки те риски, которые ЦБ понес в результате санации банков, в определенной мере лежат на Центральном банке. Мы считаем, что Центральный банк сегодня, получив дополнительные ресурсы из ФНБ, все-таки должен изменить подходы и концепции по взаимодействию сегодня с правительством и влиянию на экономику. Я обращаю внимание, что одна из поправок, которая частично была учтена фракцией ЛДПР, это подотчетность Центрального банка в Государственной Думе. Это совместная с правительством выработка экономической политики, направленной, обращаем внимание, на повышение уровня жизни наших граждан и роста ВВП. Кроме того, Госдума во втором основном чтении приняла сегодня законопроект, который с июля этого года восстанавливает индексацию пенсий для опекунов. Документ касается пенсионеров, являющихся попечителями и исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки. Второе чтение проекта закона, который возвращает индексацию пенсии тем пенсионерам, которые занимаются возмездной опекой. Найден новый механизм, новый алгоритм, каким образом можно индексировать пенсию таким пенсионерам, которые сегодня еще считаются работающими, поэтому и пенсия не индексируется. И после вступления поправок в силу их выводят из числа застрахованных лиц. Таким образом их пенсия будет индексироваться, при этом доход они получать будут, оказывая соответствующие социальные услуги. Одновременно с этим фракция ЛПР обращает внимание, что мы дальше в развитии использования этого механизма предложим всех работающих пенсионеров, или как минимум пенсионеров-инвалидов, вывести из числа застрахованных лиц. Также для того, чтобы их пенсии также индексировались. Все наши попытки вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам и убрать постоянно действующую норму о неиндексации пенсии работающим пенсионерам не поддерживаются в правительстве и не поддерживаются партии большинства. Учитывая то, что найден новый механизм, который позволяет решить вопрос, используя вывод из числа застрахованных лиц эту категорию граждан, мы предложим законодательно закрепить вывод из числа застрахованных лиц действующих работающих пенсионеров, или как минимум действующих работающих пенсионеров-инвалидов. Это один из самых актуальных вопросов, с которым мы сталкиваемся на встречах в коллективах с избирателями. И именно существующая несправедливость и дискриминация, она порождает и развивает серый, черный рынок, заставляет людей уходить в тень, заставляет увольняться перед индексацией, потом опять трудоустраиваться. Кроме этого, при перерасчете работающим пенсионерам, опять же, нарушается принцип справедливости, максимально перерасчет осуществляется до границы 3 страховых балла. То есть не более 300 рублей в год может пенсионер себе заработать прибавку к пенсии ежемесячно. Это тоже несправедливо. Поэтому мы продолжим в этом направлении двигаться. И хорошо, что нащупан новый механизм, но его нужно дальше развивать. За последние два года Хабаровский край покинули более 60 тысяч жителей. Причиной миграции является невысокое качество медицинских услуг, отсутствие рабочих мест и низкие доходы. В ЛДП решение проблемы видят в создании достойного уровня жизни. Сейчас самая главная задача, конечно, чтобы наполнить наше население, это повысить деторождение вообще в стране в целом. Потому что где-то убывает, где-то пребывает. И когда это, как говорится, внутри страны, для всеобщего, будем так говорить, понимания, это не такая большая трагедия. Когда из одного региона люди мигрируют в другой регион. Для нашего региона и для регионов, откуда отток осуществляется вот такими вот большими масштабами, конечно, это проблема серьезная. Потому что это же едет кто? Трудоспособное население, причем едут хорошие специалисты, которые обучены на территории или за счет территории в других территориях. Да, и уезжают они в европейскую часть России, как правило, а сюда приезжают жители из Средней Азии. Ну да, вот это, конечно, очень больная тема. Но здесь мы все понимаем, что для того, чтобы закрепилось население на Дальнем Востоке, опять же возвращаюсь к производству, к экономике. Нужно создавать условия, качественные условия для жизни и работы. Предложение в постановлении Совета Федерации мы вырабатывали, мы говорили. Поймите, вот то, что работодатель вынужден платить вот эти социальные гарантии, он иногда они для него непосильные. Раньше, в советское время, это все было за счет государственного бюджета. То есть государство поддерживало Дальний Восток, северные, арктические территории тем, что оно субсидировало эти вещи. И территории самой, и работодателям было гораздо легче. И люди сюда ехали, зарплата была достойная, льготы они получали. Все, они были заинтересованы. К этому часу все новости, прямую трансляцию нашего телеканала смотрите на нашем Ютуб-канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дальний Восток